всем за с вами крауд сегодня посмотрим на игрушку motor rock она же rock'n'roll racing make она же rock'n'roll racing 3d и бог знает еще как когда я я следил время от времени за разработкой игра разобраться довольно давно и наконец-то она вышла сменила название но вот возникает вопрос стоит ли она того стоит ли она того чтобы в нее поиграть и более того стоит ли на того чтобы купить храна стоит всего 150 рублей а я купил не жалко ожидал много фана но к сожалению много фан я не получил больше получил довольствие от того что потом запустил эмулятора на сеги играл там в оригинал но давайте смотреть на то что у нас сейчас есть во первых главное меню простенькая да вроде большего не надо но раздражают стандартные шрифты не знаю почему не используются шрифты типа как вот есть название название довольно маленько можно было сделать на большой экран наверное нет авторов мы смотреть не будем больно долго они будут идти ok перейдем к багам игры их довольно много и они постоянно всплывают то время игры даже сейчас допустим открываем настройки почему здесь не белые стрелочки довольно странно но ладно это нам не мешает смотрим дальше почему-то нету элементарного перевода то есть оконный режим игра без видео и так далее что очень очень хорошо нам позволяют настроить значит нашу машинку режимы игры или умеешь число кругов что меня безумно рад потому что 8 кругов допустим есть и не выдерживают так как хочу игру пройти а в свободном режиме да в принципе пожалуйста можно 8 кругов и кататься кстати не буду искать что за бак с машины я не знаю про него в сеговской версии здесь есть можно включить можно отключить я не знаю что это поэтому пускай будет включена так русские борьбу руки и давайте давайте есть кстати добавили сетевую игру я ни с кем не поиграл к сожалению я заходил в комнаты но почему-то игру никто не начинал сам я тоже пытался создать но никто не включился надеюсь это доработает потому что здесь есть а вещь как лобби но она еще находится режим бет также друзья можете поиграть без проблем виде айпи хвоста все здесь нормально начнем одиночную игру продолжим буду за и собирать продолжить вот данная машина вот как она выглядит гараж выглядит замечательно просто мне лично нравится чем-то конечно отдает танками но в принципе довольно неплохо сделано возможно со временем гараж будет меняться мне не хватает какой-то брутальности что так вот наш игрок вот наш чувак с которым мы играем наш портрет самому ставить нельзя да и допустим это правильно босс данной планеты нас выглядит тачку я еле-еле прокачал вот у нас есть возможность начать заезд не может немножко подправить нашу машинку добавить скажем увеличение значит боезапаса выберем все-таки так вернемся назад дальше мы можем продать машину стать нас появилось больше четырех вариантов даже по моему было три варианта все исключите подзабыл извините мне кажется будут три варианта кей ладно это суть важно мы можем открыть остальные еще четыре машины помимо четырех нас доступных все они меняют цвет замечательно к сожалению нельзя наносить наклеечки это в принципе не особо-то видно но для разнообразия думаю это стоило бы сделать потеночек ведем назад мы можем перелететь сейчас на другую планету чтобы сказать полетеном и пока не полетим далее парень прохождения у нас появятся очки достижения которые можем потратить на ченин значит наших ресурс то есть очки мы можем пить оружие вот кстати возможно я открою и открыл бак 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 что за бак я открыл машину нет 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 я не открыл машину кей давайте наверное начнем здесь хотя нет то есть еще один момент насчет управления как было сказано играть частично поддерживает джойстика не знаю что это значит но точнее я договорю что они имели ввиду что все об этом расскажу а у меня стандартные боксовский джойстик так вот я попытался начать то настроить поворот влево вправо на стикерах вот этих грибках или как назвать в общем мы поняли о чем я не крестовина вот так вот когда я настроил машины стало вести себя очень странно при нажатии на газ она начала крутиться вокруг своей оси при нажатии на тормоз не запчем из указан тормоз на самом деле это задний ход то есть мы не тормозим мы движемся назад ком нажимаем вот он также начал двигаться по своей оси что довольно странно поэтому пришлось переназначать все на крестовину мне это не совсем удобно удобнее конечно на стикер но тем менее начнем заезде начнем заезд а что у меня здесь не порадовало это довольно станучить музыка дело не в том что я там допустим не любитель данного жанра а дело в том что я ее как-то не прочувствовал возможно она играет как-то не так ядрена что ли она переработана то есть это не чистый оригинал который взяли приставки вот это таки отреставрирован я бы сказал версии вот на некоторые значит новые треки есть есть переработаны но почему-то и как-то как-то не слышится как-то мне не нету адреналина играть не что ли и даже сейчас дело не в том что я допустим убавила для записи видео могу прибавить когда буду играть но тем не менее достижение начал зарабатывать вот ну нету как-то не чувствуется эта музыка так как чувствовалось в оригинале не знаю не знаю что может быть со мной что-то стал не так но что-то не только нету эту нету вот как я зря сделал уже 1 80 перенастраивал из-за этих стикеров управления как не привыкну к новому блин и вырулил буду шестым важно а еще одна вещь а когда вы играете с видом сзади понимаешь бак вообще не мешает вот когда вы стоите на финише иногда ваше положение переключается то есть восстановить 3 5 4 6 довольно странно выглядит кому не мешает но я думаю стоит все-таки разработчикам начать уже выпускать какие-нибудь патчи потому что ну мешают эти баги мешают некоторые байка расплывают окей мы будем отвлекаться пытаемся сделать их соним старину кстати кстати окей давайте наверно сейчас будет у меня момент я переключилась на вид стандартный изометрический но кстати играть с видом сзади намного лучше оказывается что довольно странно потому что не мог себе это вообще представить как как это можно играть racing с видом сзади но оказывается можно выглядит это тоже отлично переключим вот как это будет выглядеть изометрические что мне довольно непривычно мне теперь приходится смотреть на карту потому что раньше я в принципе знал трассы знал как там все дело обстоит поедет несколько раз все знаешь все здесь же мне все становится сложнее намного кстати на счет раз здесь есть редактор карт вот это я думаю настоящий подарок там замутить свою значит трассу был довольно неплохо уйди отсюда а негодяй а негодяй так еще я вижу круги хотел сказать нету указательского кругов осталось моя ошибка он здесь есть заметил все нормально черт последний последний остался же чисто случайно я могу конечно все 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 кажется я приехал а нет 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 да ладно я уж думал вина это не вины это второе место окей а что хочу сказать в итоге если вы все-таки надеетесь на разработчиков то что они будут выпускать ситалии где патч какие-нибудь дел си так далее я думаю можете потратить 150 рублей потому что реально сумма мало это не 300 рублей почему я все думал что она будет стоить как обычно 209 рублей она стоит 149 рублей в принципе это не так дорого можете все-таки пожертвовать добровольно на эту игру вот ну если у вас есть конечно надежда у меня в принципе надежды нет я думаю что я пройду эту игру и забуду про нее потому что нет желания как-то подложительное время не рубиться хотя может быть все изменится если все-таки мультиплеер заработает я с ними брать у него это сыграю так с вами был краулер ставьте лайки подписывайтесь комментируйте